Всем привет! Мы сейчас с нашим партнером, коллегой Юрисом Сапожинцем приехали на... Приехали на склад, где продается камень вон с юаней. Да, вот видите, все, 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 и сейчас... Ига, это вот главный здесь продавец. И мы сейчас просто решили записать видео, потому что очень много информации. Камень стоит вот 90 юаней, это сколько? 180 юаней. И мы сейчас просто пишем в видео, где кратенько покажем, какой камень сколько стоит. У вас тоже было понимание, что белый мрамор, он... Не всегда белый. Мы рассматриваем камень Гонти Вайт, очень много про него было рассказов, что он самый дешевый белый камень из Китая. Могут вам в качестве белого прислать вот такой вот кусочек от этого слева, и он будет супер белый. Вы подумайте, вау, какой хороший камень, как дешево стоит. Но, когда перейдем к делу, он будет вот такой в большом формате. И поэтому он стоит уже... Если вы захотите, чтобы у вас плитка, например, была вот такого вот красивого белого цвета с небольшим отклонением в цвете, то она не будет стоить 90 юаней за квадратный метр, а уже будет стоить практически все 180 юаней. Потому что лишнее вот это все придется отрезать и выкинуть. Ну и, соответственно, это будет не бесплатно, это будет за ваши деньги. Поэтому очень внимательно относитесь к образцам, когда слышите название Гонти Вайт или китайский самый дешевый белый мрамор. Потому что, например, вот здесь по 90 юаней, если посмотрим немножко в другую сторону, он тоже не особо белый. Дальше есть подороже, но примерно он тоже будет не супер белый. То есть 90-95 юаней, это, насколько я понял, вот эти три, да? Раз, два, три. Да, это вот эти три варианта. Они все очень разные, но стоят одинаково. А подороже, давайте посмотрим подороже. Давайте посмотрим подороже. Да, вот хороший образец. Если мы захотим, чтобы плита была вот такого качества, то будет стоить плита примерно процентов на 80 дороже, чем просто стоимость веба. Ну да, белые, ровные, аккуратные прожилки. Если правильно смонтировать, будет выглядеть достаточно дорого. Но из-за вот этой проблемы все портит, да? Да, но вот эта вот проблема в камне портит общий вид слэба. Соответственно, из-за этой проблемы слэбы продают дешево. Ну и те слэбы, которые 130 юаней. Вот 125 юаней за квадратный метр. У него просто более белый фон, но опять же не пропали никуда все. Вот это вот получилось. Поэтому белый китайский дешевый мрамор, понятие относительное. Смотреть всегда нужно его в большом формате, какой он будет в итоге. Потому что вырезать можно маленький кусочек, он будет супер белый, супер красивый. А когда дойдет до дела, уже вы получите не супер белые изделия. У нас есть запрос на 20 тысяч квадратных метров. Мы подготовим образцы. Давайте посмотрим на образцы, которые мы подготовим. Пойдемте. Итак, образцы. Нам нужно максимально адекватно передать клиенту общую ситуацию через образцы. Как это сделать, Юра? Как это сделать? Мы возьмем несколько образцов с разных участков, ну, примерно одного и того же камня. И выглядят они будут все абсолютно по-разному. Начиная от вот такого темно-серого цвета и заканчивая вот таким практически кристально-белым цветом с небольшими элементами желтого и серого цвета. Но все это один камень с одного карьера, он очень разный. Поэтому, чтобы показать клиенту, что он разный, мы берем несколько маленьких образцов, чтобы он убедился сам, что он не может быть весь вот такого качества. То есть, насколько я понял, здесь у нас три ключевых образца. Это вот самый дорогой, порядка 180 юаней. Это где-то сколько долларов? 20, 30, 25 долларов, да? Да, где-то примерно так. Это цена в Китае здесь, не ФОП. Это подешевле, 100-130 юаней. Это самый дешевый. И там 90. Я думаю, что такой даже, наверное, будет несколько дешевле, чем 90, потому что он абсолютно не белый. Ну да. Как правило, когда вырезаем вот такого формата плитку, а вот такой камень присутствует в слэбе, то мы за него тоже платим, как клиент. И чтобы получить супер белое качество, придется лишнее отрезать. Но за это придется все равно заплатить. Ну это, я так понимаю, промежуточные опции, которые присутствуют в различных участках карьера, которые тоже нужно учитывать, что есть большая партия, что они так или иначе будут попадаться, я так думаю. Абсолютно верно. Да. То есть вот эти вот нам два камня наиболее интересные. Да. По запросу максимально белый цвет, при минимальной цене, вот эти два варианта нам более актуальны. То есть назовем это Гуанси White A, Гуанси White B и Гуанси White C. Да. Как-то так. Может даже лететь. Спасибо, Юра. Спасибо, Андрей. Сравниваем образец со слэбом. То есть на вот этом участке слэба мы видим, что все сходится по образцу. Одинаковый цвет, одинаковый фон, одинакового цвета прожилки. Делаем несколько ошибок назад, смотрим на полный слэб и получаем вот такую картину. Все это один и тот же камень. И какой вывод мы делаем? Вывод такой, что нельзя прям слепо верить этим образцам. Если вы заказываете слэбы, нужно естественно фото всего слэба, потому что не будет весь слэб вот таким идеальным. Если же вы заказываете плитку с такого камня, то в принципе можно достичь результата максимально одинакового цвета были плиты без вот этих вот непонятных участков. Ну, либо, как я понял, обсуждать с поставщиком, что либо весь объем будет соответственно вот такой и соответственно это все уйдет в цену этой плитки. Либо, если подешевле, то нужно иметь в виду, что будет разброс. Да, что примерно может получиться вот такая вот история. С максимально белого цвета может перейти, например, вот в такой. Не всегда вот такие вот части возникают. Можно подобрать слэбы, чтобы они более-менее были однородные, но этот момент нельзя исключать. Ну, как я понимаю, что этот принцип действует не только по анти-лайт, а так или иначе в любом мраморе, в котором есть вот это все. Да, ну и в принципе в белых мраморах, даже в супер дорогом качестве, в экстра качестве мраморах, тоже могут присутствовать какие-то элементы, которые на образце можно будет не увидеть, даже большого формата. Когда смотрим на большой слэб, там могут быть какие-нибудь незначительные скрабления. Это тоже нужно либо учитывать, понимать, что это может быть, либо оговаривать с поставщиком, что на эту часть, например, будет либо скидка, либо еще какие-то варианты взаимодействия с поставщиком. Спасибо. 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 Спасибо.